Городские автомобилисты возмущены новыми правилами парковки. Они на время стали импровизированными. Несколько автовладельцев за несколько минут лишились своих машин там, где точно, как им казалось, разрешено парковаться. Инспекторы уверяют, что эвакуировали авто законно, потому что запрещающие знаки были. Вот только незадачи. Ни один водитель их не видел. В запутанной истории о знаках-призраках разбиралась Мария Новикова. Знак, по моему предположению, стоял вот на этом перекрестке, вот конкретно на этом углу, вот остатки от раскуроченного асфальта. Это мистика какая-то, недоумевая Дмитрий. Дорога на Азино превратилась в Бермудский треугольник, где сзади не исчезло с десяток машин. Их с трудом выяснили владельцы. Увезли на штрафстоянку, мол, автомобили оставили под знаком. Вот только сами водители никаких запрещающих табличек в глаза не видели. В ГАИ, когда приехал, обосновали тем, что транспортное столетство находилось в зоне действия нарушения знака стоянка, стоянка запрещена. Попросил видеорегистрацию, дождался сотрудника патрульного, который производил это все дело. Мне предоставили видеозапись, где действительно, да, машина стоит под зоной нарушения, зона действия знака стоянка, стоянка запрещена. Получается, что знаки-призраки простояли здесь лишь несколько часов, пока водители были на работе. То, что они, а также эвакуаторы с автоинспекторами здесь действительно были, доказывают съемки с камер наблюдения на соседнем здании. Что это? Новый способ увеличить собираемость штрафов? Возмущаются пострадавшие. Теперь они боятся оставить машины без присмотра даже на полчаса. Это, мягко говоря, беспредел. Мягко говоря. То есть, сегодня хочу постоял, завтра хочу убрал. И нам неизвестно, к чему готовиться каждый день. То есть, мы должны каждый час, каждые полчаса бегать и смотреть. И они поставили знак, чтобы вовремя убрать машину. Как оказалось, знаки, запрещающие здесь стоянку, установили после обеда районные коммунальщики. Вечером они планировали на АЗИ на уборку и заранее хотели расчистить дорогу от машин. Но, уверяют дорожные службы, эвакуация – это не их метод. С пути грейдеров припаркованные авто просто убирают в сторону. На данном участке работали два эвакуатора и один экипаж дорожно-патрульной службы, которые освобождали проезжую часть для беспрепятственного движения дорожно-уборочной техники. Машины в таких случаях не эвакуируются, они переставляются. По всей видимости, с улицы машины еще днем увезли инспекторы ГИБДД. Кто дал патрулям знак, что на АЗИ на внезапно изменились правила, непонятно. В ГАИ лишь разводят руками. На припаркованных машинах же не написано, когда их оставили – до или после установки знаков. Вот проезжавший мимо экипаж эвакуировал нарушителей. Всего их было трое. Теперь автомобилисты волнуются, не случится ли такая ситуация на улицах, где парковка, казалось бы, разрешена. Ведь если просто переставить знак на пару метров, то можно оштрафовать уже две машины, а это минимум 4000 рублей. Тем более ситуации с внезапно появляющимися знаками в Екатеринбурге уже случались. Например, во время эстафеты Олимпийского огня. В госинспекции говорят, что готовы пойти пострадавшим навстречу и отменить штрафы. Но для этого водителям придется доказать, что они действительно останавливались не под знаком. Впрочем, автомобилисты все равно окажутся в убытке. Оплачивать стоянку и эвакуатор им придется в любом случае. Мария Новикова, Валерия Алферова, Алексей Богданов. Новости 41 канала.